Составляют браки, значит, выкидывают и когда больше всего развиваются. Здесь вы можете посмотреть близкие показатели нервов. Это проходит пик коронавирусной эпидемии, когда мы были полным заметно взаимодействием между людьми, людям приходилось долгое время сидеть дома, отменены многие мероприятия, все приведены там онлайн общение. В результате чего, значит, и показатели браков, разводов, они присоединились. Ну, после этого резкий раз пошел, а потом все вернут в свои другие. Как вы видите, знаете, у нас больше всего осенний период, когда созревают многие овощи и фрукты, для экономии семейного бюджета. В этот период, значит, больше всего интересация. Какие бывают вот такие сельские мероприятия? Пожалуйста, следующее. Разводы какие-то осенние. Теперь небольшая информация по структуре населения. В Узбекистане, согласно данным, обследования и выдачных обследований, среднее этого хозяйства состоит из 5,1 человек. Это средний показатель во всей деспублике. По количеству семей, значит, 61% – это 5 человек и более, 80% – это 4 человека, 3 человека – это 11 и так далее. По количеству детей, значит, не имеющие действия детей по различных причинам. Сын, значит, больше всего получается в средней семье 2 ребенка. По возрастной структуре, значит, 32% – это население моложе тубоспособного возраста, 157% и 11% – это население моложе тубоспособного возраста. Пирамиду на краю у нас, она за счет высокой рождаемости потихоньку, потихоньку вес поднимается. В целом, следующий показатель. Вот здесь я хотел показать причину, небольшой такой ракурс, за счет чего происходит высокая, мы получаем высокую рождаемость. Как я сказал, то, что мы поменяли систему злоохранения, в результате которого у нас есть полная информация о каждом гражданине, жителей нашей страны. Вот сейчас вводится новая система электронного учета, государственного страхования. Успешно прошел в Садовинской области, с этого года появляется Ташкент, наверное, уже все получили свои ID. После полного выделения мы будем иметь полный картинок об здоровье населения и нужно его сопровождать. Как вы здесь можете посмотреть, значит, изменение системы злоохранения и внедрение новейших технологий и решение проблемы отсутствия ребенка, то есть бесплодия, тоже на нас поменяли, в результате которого отложенный потенциал более старшего, женщин более старшего возраста, от 30 до 55, они уже начали осуществлять свою давнюю мечту, значит, либо в первый раз родить, либо заиметь вторых и более детей. здесь он может посмотреть, с кем он, значит, покажем высокие цифры, насколько рождаемость, как раз такая низкая. Здесь данные информации, как менялась тенденция. вот первый ребенок, если в 13-м году старше 45 лет, не пережал, то уже люди начали заражать. Я здесь не привел информацию, у нас есть еще информация, обдачущееся гражданах старше 50-ти лет, тоже идет на рост я не знаю, хвалится или не хвалится. Здесь особый рост наделяется именно для первой медной бумаги и для третьего, не более, детей. Относительно 12-го года рост почти что в два раза или больше. У женщин уже старше 32-ти лет. То есть, они задействовали свой потенциал. Ну, конечно, это немножко когда уже полностью иссякнет, рождаемость у нас немножко снизится. Довольно где-то 750 тысяч. В дальнейшем по сравнению я в электронном или бумажном виде не могу предоставить, потому что это как бы обычные документы, официальные документы. как бы как бы ну, что-то таковое. Теперь хотелось бы ознакомить наши сами работы. Таковое мы пытались измерить, исследовать насколько развитие увеличение качественного населения может влиять на лучшее. как можно определить парт для основной категории дошкольного образования и общее образование больше и издалахами. В 2021 году в Африкстане ожидалось два миллиона 855 тысяч детей. Из них период немножко прошел. 1 миллион 913 тысяч были охвачены дошкольным образованием в области 36 лет. В Африкстане как бы до 3 лет недавно появились ясенные группы, они решены только частным негосударственным дошкольным отчуждением от 2 лет начинаются. 6-летние дети охвачены обязательным подготовительным занятиями по всей республике. силу и 10 санатов. Дальше так показали, что по государственным документам, например, политики, концепции, программ развития, нам нужно в срочном порядке организовывать строить новые детские сады, школы, учреждения высшего образования и зароснования. Если школу взять, то сейчас мощность школы оценивается в 5 миллионов учеников. По целевым инвлекациям заложенных документов нам нужно в 30-м году увеличить мощность школ на 2 миллиона, через 7 миллионов. также государственная программа, согласно которым все школы обязаны переходить на одну смену обучения. В некоторых школах есть такие что учатся даже в третьей смене. В некоторых нет. нас спасло русским в новом году мы полностью можем переставить новым и отжаловаться. Дошкольные образовательные учреждения в целевых документах, то есть концепте развития дошкольных образовательных и других документов обозначено организация нового дошкольных учреждений не государственной. Это в основном идет у нас семейные дошкольные учреждения с мощностью 25 и 50 детей. В днешнее время вряд ли остался какой-нибудь макаринский служб граждан где нет таких детских садов. Соответственно в ценах 2021 года пытались рассчитать во сколько это обойдется государственным бюджетом. Вышло порядка 70 триллионов сумм. Это 6,4 миллиарда долларов. По курсу. Готов за последние два года совместно с Российской Федерацией с другими государствами очень много отверлось учреждений большого образования как частных так и государственных. Во всех областях открытые филиалы Ташкентской медицинской академии и различных других. Можешь срещаться? Можешь срещаться? Ну это медицинские показатели в данное время 2021 года. Столько у нас есть осуждений и соотношение больших ходов на население. 1252 больницы 6 тысяч для клиники и значит медицинские сады. Вот такой. Далее с позволения статистики какого-то ознакомить более детально различными дополнительными материалами, информацией официальной группой. Пример 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 10 6 6 7 7 8 8 8 9 9 7 8 9 9 И соответственно, детей тоже рождается они почти что-то. И как девочек и мальчиков и быки. Немножко раненцы. Немножко раненцы. Ну пять процентов. Два процента. Вот, информация по родящейся детям. 98% детей – это один ребенок, рождение одного ребенка. Бизнесы или двуни в двух процентах, то и менее детей – это меньше, ну, где так, номер один процент. И вот, что примечательно, я не знаю, в нашем мире российские родственники слухали или нет, было даже такое явление, что в интернете, наверное, тоже бурял. Когда тройняшки рождались и называли в честь государства, со стороны государства, как бы, поощрялось выделение автомобиля. И, как бы, такой, ну, белый пункт тройняшки немножко пошел. Комическая ситуация, но была. Пытали? Расследование молодецов по годовству родителей. Значит, большинство людей рождаются у мужчин с 25-29 лет. Чуть меньше – с 25 лет, еще меньше – с 25 лет. И вот можно посмотреть по волосу женщины в материи. 60% это женщины 259 лет. Такое вот последление. По рождаемости, слава ФСМП и тех, которые остались, ну и пока что занимаем первое место. Видите, вот. Вот данный график вы видели. Ну и смертность дальше. Мужчины у нас умирают чуть больше, чем женщины. И, как я констатировал, в глянской местности умирают чуть больше, чем женщины. Вот динамика смертности. Показали проценты смертности. В образовательном году фиксируются в 3 и 8. Ну, по историческим документам. Я извиняюсь, это то, что это на слайдах, поскольку после объявления о детской школе, к сожалению, у нас какое-то получение было. У нас там не знали, но он не успел все это привести на слайд. Кто-нибудь это все было? Нет? Нет? Вот. Тенденция дата. Значит, за последний год зависели почти что 300 тысяч. Он немножко слился относительно прошлогодних показателей. Посмотрим, что будет в этом году. Либо сохранится, либо снизится. Брачность к разводу подключится к 1 к 10. То есть, 10 к 2, 1 к 2. Уколы это? Говорят целом, соглашение 1 к 2. Что 50 тысяч рублей. Вот интересный момент. Среднее возникновение 2. У женщин это 22 и 3 года. У мужчин 26 и 5. Но в последнее время население в зависимости от повышения доходов, желания составления карьеры с мыслями о будущем, с экономическими вопросами и также увеличением числа образованности в доле высшего образования. Вот этот возраст постепенно повышается. Тенденция идет такая. А нужно сразу вопрос здесь. Это возраст вступления в брак для всех в целом или первый брак? Потому что 22 и 3 для женщин как-то получается… Первый брак. Первый брак. Первый брак. Получается высокий. Мне казалось, что у нас раньше выходят. В Бухаре, средний возраст выхода замуж, вот в Бухаре, фактически классные 24 лет. У них в приоритете дают женихов, чтобы будущая жена закончила уже, получила образование, только потом они дают. В Бухаре вот такое. А в Ташкенте, к сожалению, да. Если он не хочет, то что 20 лет, то приоритет дедушка замуж, иначе все, караул. Не только в Ташкенте. Ну, только в Ташкенте. Да, всегда, да, встречается в церкви. А теперь в Ташкенте посмотреть. Да. Субтандарья, ана-кадэ, ухала-кадэ, ухала-кадэ за даму, что она красиво, что всегда До сих пор есть такие родители, которые до взросления своих детей Мы стараемся поженить его, выдать жану, чтобы дальнейшее экономическое обеспечение детей уже возлагалось на семью жениха, если дают дочь, либо на самого сына, так вот, и стараемся его отземить. Вот, такое у нас и есть. Самостоятельное стремление к особому великосочетанию, к сожалению, у нас немножко хранит, не так, как в европейских странах. Тогда вопрос, как эта статистика собирается, потому что, как статистика узнает, что это первый брак. Потому что регистрация брака происходит, когда в ЗАГС регистрируют брак, им же не важно, что это первый, второй или третий брак, правильно ли они просто регистрируют брак? ЗАГС регистрируют брак. Продолжение следует... 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 Они все предупреждены. Для них введена уголовная ответственность за регистрацию и чтение Никаха, шариатского облаженного сочетания. Плохо, я не знаю, сколько-либо передается. Все они предупреждены и официально им это не проводится. Но, к сожалению, по правилам шариата, там Никах может считаться даже не религиозным служащим, а тем, кто может читать вот эти вот сулы, аяты и так далее. То есть мы с вами это религиозное название. Ну, исламу просто религиозного служащего такого понятного нет. И в этих случаях, после неофициального благосочетания, они, как бы эти дети, совместно доживают. Но родители стараются усмотреть, чтобы у них не было детей до 17-18 лет. Не было детей. Потому что беременность сразу их подает. Например, так же, если местные участковые институты, или сотрудники Махачевского службы граждан, или Мюн Спонтетов, сомневаются, что, возможно, в этой семье, как бы, произошло невластное несочетание, они могут ухудшаться различными поводами, типа, ну, это вот моя позимальница, она приехала сюда, типа, учиться, готовиться, у них там пожар, начало, и так далее, и так далее. В результате проводимой работы количество данных браков снизился, но до сих пор есть. Все это небоскорище. Еще можно вопрос? Если смотреть в динамике, да, с какого года начался рост, возраст, возраст, вступление к невестам? В Зубикскане всегда возраст был 17 лет. Всегда. 18 и 17. 18 лет. 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 По полгода их нет. 21-е годы. Если временной интервалы смогли. 19-е годы. 19-е годы готовы? 19-е годы. 18-е 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 годы. Баба, еще слайд, чего он говорит, да? Слайд на свечнике. Делай, да. А, как он мне здесь, даже не стреляет. Нет. Здесь динамики имеют. Динамики имеют. Ну примерно, да, вот если бы вы сравнили 2000, может быть? Есть такая статистика. Ну, для этого надо залезть сейчас на сайт, в академической записи, и я могу взять сегодня возраст, по-моему, они дают либо с 2000 года, либо с 2010 года начинается. Просто было интересно для вас. Да, да. В 20 лет, насколько он вырос. Динамики есть. В этом документе только текущие. Задим. Зад, ответственный. Зад, ответственный. Я не хочу. Вот. Это назвал их. В 2020 году он немножко снижился до 28 тысяч. Зад, 24 тысячи. Это, в результате, влияние нашего сайта. Благодарю. Ну, потом рискнулся, и опять вот. Люди, наверное, уже поняли. Столкнулись с различными проблемами. Я видел, как это, влияние тесного отношения. То есть, вот вот в пандемии, когда они дома сидят, и дома сидят, много общаемся, есть ли это различные, то есть, АВТОРЖЕННЫЕ ОКЦАРМАНИЕ ОКРА ὑКО. ВЕСАПО КАЧАНДА. УАК ihmАРА МОЛОЗАТРЯНИЕ ВТОРЖЕННЫЕ ВИЗМИ КИНСТРИ ЕРУМИМ-ИКИ МОГУЩУИ. МОЛОЗАТРЯНИЕ ОК ТО ПАЧАНДА. ГОЛОХА. ГОЛОХА. СЕКИРОМ АРНИЕ ОК РАЧАМА, КИНСТИ, 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 КИНСТИ. Это был средний возраст, теперь можно посмотреть средний возраст разводящегося. Тоже на английский момент. Теперь они дальше уволяли. Понятно? В городской местности разводится больше населения, чем в сельсии. В сельской местности меньше разводится. Скорее всего, это такое влияние, когда родственники сильнее живут более комфортно. Не предполагает, что все родственники живут на территории одного сельскохозяйственного пункта через улицу. И в случае поднятия вопроса на разводу, они сразу начинают работать психологически и идет влияние. В результате этого можно удержать семью от родственников. Вот возраст мужчины и женщины. Следующий возраст, когда они работают с родственниками. что-то может ждать людей. Не забейте спать. В 13-14 лет, самый крутой период. Когда вы уже на них поднушили идет возраст, перевоз? В 3-14 лет. В 13-14 лет там крутой. В первый взгляд, когда вы на них выдумchar boundaries. 34% разводящихся – это семьи, которые еще не успели, или по различным причинам несовместимы на генетическом уровне для разведения детей, то есть они сошлись, у них никак не получается по различным причинам, либо больные. Большой процент, 42% – это с одним днем. Чем больше детей, тем больше уменьшается вероятность развода, то есть дети остаются якором для сохранения семьи, для укрепления. Нет. А вот нам хотела соберенку после развода у женщин, где решили, в какой-то подводитель. Воспомненце молодырцы отборются, а раз у нас 31 – 33. То где? А, сошли. В среднем возрасте. В среднем возрасте. А если там банан, там, по-заводницам, по-ширяде, а то стану микрофончику на 50, где-то купа, а здесь я только у средницы бананчику отбросить. Я думаю. Я думаю. А здесь у меня было. У вас, пожалуйста. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я думаю. Я, еще звонила. Бывают различные жизненные ситуации. Нам вроде кажется, что в воду ладуется основная молодежь, которые не так поняли друг друга, не сачка с характером, решили быстро обрестись, пока нету ягод, нету людей, нету общего имущества, чтобы делить. Но тем не менее факт остается фактом. Что составляет более 10% общего числа? Это касательно мужчин и женщин получается? Это все общие. Это общие. Здесь получается развод, когда вы берете, это же не на человека считается, а это получается общее комиссию развода. То есть, ну, мы, например, знаем, что есть люди, которые… Какой час был этот вопрос? Сколько раз они… Сколько раз они создавали семью, а у нас обычно все равно регистрируют добра. И получается, что молодая семья может распасться один раз, а более человек в возрасте может создать несколько раз семей и несколько раз разводиться. То есть, мы это… Здесь просто данные, они не дают эту карту. То есть, мы не знаем. Здесь с возрастом связать очень сложно будет. Ну, здесь с возрастом, единственное, что связано. Это, например, у нас же есть государственная программа, рассчитанная на молодых детей до 30 лет, в котором для получения государственных льгот и субсидий они, муж и жена, должны быть не старше 10 лет. Не один из них. Это то же самое, скорее всего. Уважение следует,ым я не знаю. Уважение следует. Уважение следует продолжить, Продолжение следует... 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 Говорим, что эти женщины вышли куда-то замуж. Потому что эти 129 тысяч женщин, которые мы смотрели, это большинство, это было в возрасте 20-25 лет. То есть вот это была самая большая масса. Городское население больше приезжает, чем сельское. Потому что городское население больше имеет более высокого уровня образования и, соответственно, ищет другую работу. Либо больше подвержены командировкам длительным, в результате которых приходится менять место постоянного проживания, как и прописка. Или, например, бывает такое, что жил в Ташкенте, в многих разных квартирах, и у него возможность есть купить участок для машины, для большой семьи. Ташкент его не находит, более целесообразно без Ташкента, то под Ташкентом как бы взять, без лежащих, находящихся в районах. И, соответственно, уже происходит явление мегиации из Ташкента в Ташкентском области. А женщины в длительни как бы оставляют городскую прописку, чтобы не терять различные льготы. Здравствуйте. Это международная меграция, динамики. А то, что я дальше вам показывал, здесь небольшой открыток. Смотри. Приехавшие. В соотношении мужчин и женщин, международная меграция, приехавшие из-за бюджет, аж еще много, тысяча сто человек. За последние годы. Извините, пожалуйста, тоже можно вопрос. Можете прокомментировать сезонность вибрации для мужчин и для женщин? По месяцам распределения. По месяцам? Да. Где-то в Баске. Наоборот. 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 Учете самый большой, да? Стосор. Наоборот. Приехавшие. Мы сейчас сезонность вибрация. Наоборот. Приехавшие. Приехавшие. Учете там ноябрь, да? Ноябрь максимум. Учете. 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 Это, да, сообщественное распределение, приехав из злобежных стран. Почему именно наявы? Это наши граждане? Нет, это не наши граждане, это граждане и основных государств, которые переехали в Дмитрий Стал. Переехали в Дмитрий Стал. Здесь единственное, что можно сказать. Почему осенний период относительно повыше? В осеннем периоде у нас начинается учебный год. Возможно. Векарно, что я не саду, а с нечуя. Вреди с то, что наявы не елки. Ну, здесь цикл совсем маленький. Не, а сято. А сято. А сято. А сято. Здесь сто человек. Не, ваше сто го седем. А те, си си на января не спрятаем. Ой, дядя фанатар. Мога ли купил от Генцова? Нет. Нет. Это больше всего связано с началом учебного периода. То, что в основном переезжающие это либо семьи, либо дети. Они должны уже предустоятельно определиться в средства разных обучения. Ну, идет керенок. А также это связано с тем, что в этих цифрах почему увеличение идет в осенний период. Здесь идет лечение за счет незнонных мест. Нет, это же только важно получать. Да. Динамики так всегда так было. Я думаю, это не знаю. Динамики, скорее всего, тоже хорошо. Динамики. Поскольку в осенном периоде у нас много многосочетаний. Из-за сезона выращивания фруктов как бы для бюджета меньше расходов. То, что в сельском местности больше выращивают как бы фрукты и ягоды. И в связи с этим есть семьи близко находящиеся населенные фрукты к государству. Таджикистан, Турменистан, Казахстан, Киргизия. Вот можно наслышать. Вы все посмотрите откуда основную выращивания в Ирмасовном Газине. Паде. Паде, что спрашивали, динамики так и месяцами. Выбывали еще. Ну, в семье, я бы раз, я бы хотел, что из года в год, а на нем не абсолютно динамики. 18-19 год в январе было больше, а в 18-м году в октябре было больше. В основном, Артур Киров, Россия, за целый год 815 человек приехали, сказал страны 765 лет, Казахстан 156 лет, Казахстан 156 лет, Казахстан 158 лет, Казахстан 158 лет. И из других стран 445. В другие страны входят Гория, Китай, Дальнезаврежье, Балтика, Беларусь. Это наши жители, они уехали, отработали, вернулись. Или это иностранные граждане? Это граждане иностранные государства. Наши жители. Наши жители, те, которые меняли гражданство. Это не только иностранство. Общая жители. Почему? Я уехала, отработала, отрабатывала миграции, вернулась. Я считаю, что я живу. Статистика меняется. Вы не вымываете, вы вымываете, как вы работаете. Вы не вымываете, а не вымываете, как вы работаете. Я считаю, что он не вымывал, а не вымывал. И есть, что он пришел в этих странах. экономического интереса, а потом вернулся, и фактически он приезжий мигрант должен быть у нас. Но только в том случае, если он меняет правительство. Но смотрите, по определению мигранта, там определение, на самом деле, международная организация по мигранту, там определение не юридическое, а экономическое. То есть человек фактически как бы переносит свой интерес с одной стороны на другую, а потом возвращается. А у нас получается чистая прописка. То есть если он проезд в судеб уехал, отучился, года два проработал, но потом по каким-то причинам, например, чтобы в его жизни он вернулся. То есть он должен быть мигрантом на самом деле. А здесь тогда получается кто? Это только ТНЖ и ТНЖ, те, кто меняет гражданство. В ТНЖ году, в 2022 году, в ТНЖ есть более 6 тысяч белокаммеров. А здесь… Белокаммеры, они не меняют прописку. Да, а тут идет именно речь по ТНЖ. Это те, которые встали на постоянную ученку. Ну, это, в принципе, те, кто женились или вышли замуж, ну, в основном, это самая большая категория. Ну, это, например, гражданин Казахстана, вышла замуж замуж и наиболее… Ужеız. И в следующий раз он подумал, что гражданин Казахстана, но еще один из них не может сделать, которые сейчас сделали теперь. То есть у них вообще эти вещи, какие-то люди, мы примем, как, какие-то различные. Вопрос в том, что у нас есть статистика, которую в жизни отражают. Статистика туризма по цели. Хотя по граничнике никогда никто не спрашивал. Сейчас нет такого? Сейчас декларации нету? Вот я сколько раз выезжал, я никто сейчас не знает. Если у вас больше 10 000 долларов, то требует. То есть раньше заполняется. У меня, например, у Сергея Толпыча, он нигде ничего не фиксировал, то есть у него никто ничего не спрашивал. И он просто получил паспорт, загранпаспорт и уехал. Все. То есть фактически данных о нем, как вот о потенциальном гранте нету. Я думаю, что это не так, не так, не так, не так. Это не так. У меня есть цель, что это не так, не так, не так, не так. Но я не знаю, что это такое, что у нас там туристов есть данные, но они, Они, наверное, через запрос это собирают, а не тренируют это. То есть, власть в вашей степени. Министерство хороизма и Министерство занясти и бедности, они проводят немножко обследования. Скорее всего, это данные... Наверное, наверное. У вас. Теперь эта динамика уехала, что уехала вообще у нас. В 1921 году немножко увеличилась. После континента, потому что все впаяли в панику, решили быстро свалить, побоялись, что в этом государстве как бы плохое здравоохранение. Я не знаю, еще какие-то вопросы были. Но, тем не менее, в 1921 году немножко снизилась. Здесь ситуация одна тысяча. Это динамика уехала, что у нас даже встанет. Самый пик, это 2021 год, 20 тысяч. В 20-м году они уже потенциал исчез. Вы можете разрезать ученики женщин, чтобы помнить, сам посмотреть. Весной побольше было. В начале года первый партнер. Летом поменьше. И вот, опять-таки, в конце года пустует реклаппу. Вот, вот что здесь интересно, как вы видите, женщин побольше, чем мужчин. Приехать. И вот, опять-таки, в те же самые русские. И вот, опять-таки, в те же самые русские. Как раньше я рассказывал, то, что приезжавшие, то, в основном, были невесты. Опять у нас идет экспорт невесты. Это ваше субъективное мнение, или нам как-то подтверждено? Ну, а как по-другому объяснить больше, чем женщин, больше, чем мужчин? Выезжающие. Ну, да. И, опять-таки, вот, можно посмотреть, те же самые государства. Нет. Нет. Уезжающие на КМЖ. Понятно. Это не выезды. Это не звуковая миграция. Это не учеба. Это те, которые уезжают на совсем. Ну, Узбекистан, например, одна из тех родовых стран, которые выиграют грин-карту. То есть, это тоже факт. Там больше тысячи человек точно. То есть, это тоже факт. Там больше тысячи человек точно. Ну, полный. Ну, полный. Нет. Да. Это само собой не есть. Такое время не есть, потом очень сильно. Вот у вас, опять-таки, особенно. Да. У вас вот данные, знаете, женщины, да? Вот, экзамен, здесь семью, выезжаете, в индивидуально выезжаете. Там еще вы говорите, что брак расслаблен. Нужно перейти на семью. То, что больше, больше объясняется именно этим фактором. Понятно. Я не говорю, что это все из них невесты. А то, что больше, это объясняется именно этим фактором. Но, смотрите, здесь, получается, вот в другие страны, сколько человек выехало? Вот внизу. Там чуть-чуть еще надо. Всего 236 человек. Но, на самом деле, вот в Узбекистан, в прошлом году, грейн-карту выбрали, по-моему, больше 4 или 5 тысяч человек. Здесь много грейн-карта постоянно из-за чего-то, да. А то есть это не учитывается? Не учитывается. Вот это же страха, получать иначе человек, по-моему, получать конечную банку. То, что вы говорите о грейн-карте, да, там есть один нюанс. Например, по грейн-карте, то, что в прошлом году выбрало это количество победителей, они уедут через год, через два. Сколько? Нет, это разница. Старший лидер уже в течение последнего. Мы садим в Сангрии, садим в Сангрии. Мы садим в Сангрии, садим в Сангрии. Мы по миру не лидер, но в десятку. Штать в градус. Штать в градус. Штать в градус. Мы сейчас подберем это с другого. Мы не лидеры. Мы лидеры по зарядкам. Не по количеству выигрышов. Я понял. Во всем мире назыгрывается эта грейн-карта. Со всего мира идет учет заявок. Это то же самое, как заявка о поступлении в ГУС. То же самое. Вы можете уточнить. Я не знаю, я не буду с вами спорить. Но насколько я знаю, потому что, честно признаюсь, с 2001 года по 2012 год я буду сотрудничать. Нет, смотрите, вот Узбекистан. Мой лидер по заявкам. Нет, нет, вот посмотрите, вот последние несколько лет в Узбекистан. Не лидер, а среди лидеров. В пятерке, ну точно в десятке. Это по выигрышам. Но выигрыш это не означает, что все получат. Это еще надо подавать документы, успеть. И можно и там половина получат, но это все равно больше тысячи человек. Вот получается, что здесь выигравшие, кто в КНЖ получил, там в Америку, в Канаду, там в Британию, их нет просто на этой статье. Ну там еще есть такие категории, которые вот уезли на очень много, там на десятилетие, и не встают на консульскую учетку. То есть их тоже нет в этой статистики. Они числены в Узбекистане, получается, по правительству. Потому что у них практически здесь осталось. Еще интересное, я вот сейчас точно цифру не помню, но вот по языкам статистики российской, там есть цифры тоже, например, кто пересекли границу России, да, и на какое-то время работать. И последние данные это было более 4-х миллионов. И там еще есть графа «Получили гражданство России». Это было несколько десяток тысяч, а здесь всего, например, тысяча сорок тысяч. Да. А там говорят, что добавить меграция меньше везет, а тут КНЖ. Нет, я имею в виду, а здесь графа «Получили гражданство России». То есть они получают, хоть по нашим законам это вот двое гражданство не разрешено, но все равно они остаются гражданство. То же самое, и если в Америке они получают, наверное, гражданство гражданство, я сама знаю очень много примеров, они остаются гражданами. не отказываются. То есть отказываются. То есть отказываются пишут. Поэтому, ну, самая проблемная, конечно, это статистика меграция, наверное, для всех стран. Да. Это может быть так, да? Да. То есть мы получаем церковь на социальных сетях. Да. Это только те, кто выйдут в прописку. А что нам это дает? Это только те, кто выйдут в прописку. Да. Да. Вомерзаем меграция. А что нам это дает? Если не научить только людей, которые вы не захотите? А те, кто скупает, не могу. Да. 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 Сейчас видно в виду salary. Да. Ну да. Не повторяю меграцию. Самое расстроено. У нас в 여기에 pine纸 изящий электрический нормальный мегрустр не прописали. На год. Продолжение следует... 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 Который признает. Самый высокий показатель клащности – это Мандалейская и Часхидарянская область. Самое меньшее – это Плащенко и Часхидарянская область. И проговоры, проговоры с нами. Тут, в принципе, да? Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Спасибо.